Приветствую вас. Мне не очень нравится слово «инфантильный», потому что очень легко подать описание, подогнать вообще все реакции, все эмоциональные всплески людей. То есть вам хочется плакать. Что это значит? Эмоции. Какие эмоции? Грусть, страх, что-то еще может быть. И если эти эмоции есть у вас, если они есть, значит они нужны. Они даны вам для чего-то. И вам нужно их правильно, адекватно выражать. Если они появляются снова и снова, значит вы что-то делаете неправильно и как бы не выражаете свои чувства. Вот. Поэтому я думаю, что именно слово «инфантильный» я бы избегал. Вот здесь, честно скажу. Вот. А плакать вам хочется, потому что вы себя жалеете. Вы себя жалеете, наверное вы чувствуете себя брошенным, покинутым и так далее. Через жалость вы даете себе ту любовь, которая вам, вероятно, нужна. Вот. Я бы назвал вашу реакцию скорее, знаете как, незрелой. Вот ваше поведение я бы назвал незрелым, детским. Вот. И именно в силу того, что ваше поведение незрелое, детское, именно в силу этого, мне кажется, что имеет смысл вас дорастить. Это называется «психотическая модель поведения» или «психотический тип психотик». Можете посмотреть в интернете. Вот. А психотик тянется к людям, психотик активно нуждается в одобрении, психотика хочется пожалеть, психотика хочется успокоить и так далее. Вот. Данная модель связана с тем, что в вашем детстве родители были от вас достаточно сильно отстранены и не дадали вам, соответственно, любви и так далее. А вы постоянно к ним тянулись. Вот. То есть тут вам хочется защиты, хочется безопасности, вот вы не чувствуете себя защищенным, не чувствуете себя в безопасности. Вот. Соответственно, да, простройка личных границ, формирование правил именно для себя, да, то есть и выстраивание адекватной защиты. Причем, причем я отдельно подчеркиваю, что защита адекватная должна быть. Не абы какая, да, а именно адекватная защита, понимаете? То есть если защита неадекватная, то, ну, то есть защита сильная, то она будет нести вам только вред. Вот. Соответственно, как избавиться, да, избавиться, простроить личные границы, удовлетворить потребность безопасности. Это реакция инфантильная? Нет. Эта реакция свидетельствует о том, что вы не удовлетворены. Вот. Я, значит, живу сам на квартире, вообще работаю, у меня некий панический тракт и один в этом мире. Это не принятие себя. То есть это не принятие, критика, обесценивание себя. Вот. Всем остальным людям нужен, и всем остальным людям нужен для чего-то. Нет. Вы преподносите себя так, что общаетесь исключительно только с, по принципу, даже на дальше. То есть вы что-то людям предлагаете, вы сразу рекомендуете себя, как такого, знаете, ну, как ценный такой материал. Вот. Возможно, вы преподносите себя так, как будто вот я, типа, плачу вам деньги, да, и давай, типа, меня, как бы, конфликтируют, да. Ну, давай, чего-то я себе деньги плачу, знаете. То есть тут волей-неволей у людей, которые склонны вообще к самовнушению, да, склонны вообще к внушению, они будут воспринимать вас именно так, как вы себя преподносите. Ну, может быть, даже не склонны к внушению, а просто люди, которые, ну, которым всё равно, то есть зачем, да, зачем обычному человеку, у которого куча своих проблем, пытаться там увидеть в вас что-то большее. Вы себя преподнесли, так вы себя поставили, человек такой, а-а-а, окей, всё. Это то самое, как вот мы приходим в магазин, да, а там есть вот консультанты, продавцы-консультанты. Вот. Мы же воспринимаем их именно так. То есть можно вас на секундочку подскажите, какой товар, вот, мы же не спрашиваем у консультантов, а вот скажите, вот, как бы, как у вас здоровье, как у вас самочувствие и так далее. То есть мы так не делаем, потому что люди преподносят себя определённым образом, но здесь у вас есть перенос ответственности, то есть обвинить, да, обвинить других в том, что у вас не складываются отношения. Это один момент и, 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 значит, второй момент. Второй момент это то, что вы боитесь, вы боитесь того, что вы один. То есть вы хотите быть один, вы хотите принять себя, у вас есть эта потребность, но вы себе её запрещаете. Здесь имеет место быть ориентация на социальную, так сказать, на социальную сферу. То есть будь таким, как другие, будь нужным, угождай всем и так далее. Вот. Возможно, или один пропадёшь, там, и так далее. Вот. Вот. Как бы сама по себе данная установка, она, может быть, и имеет какие-то зверные истины, но необходимо относиться всё-таки к ней с определённой критикой. То есть, ну, критично, критично относиться к этому. Ну, если вы не будете относиться к этому критично, ну, то будут серьёзные, серьёзные проблемы у вас. Понимаете? То есть, если вы не будете критиковать, что что происходит. Вот. Соответственно, когда люди перестают общаться и бесятся, если вы не перекрываете возможности взимать с меня плату, морально издеваясь, да, то эти люди просто не ожидают от вас, что вы сперва дали им какой-то ресурс, а потом забрали. То самое, как если бы я пришёл к вам, да, и говорю, вот, типа, ты можешь, как-то, там, ездить на моей машине, там, бесплатно, вообще, сколько хочешь, да, вот вы ездите, 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 и потом я говорю, так, всё, всё, я у тебя её забираю. Знаете, то есть, нужна определённая сила воли, определённая зрелость, чтобы воспринять это адекватно. Ну, так люди могут далеко не все. А вы выбираете тех людей, будучи незрелым, которые либо сами незрелые, либо хотят доминировать, властвовать. То есть, вы-то себя в безопасности не чувствуете, у вас, как бы, личных границ нет, если у вас нет личных границ, то вы хотите, чтобы вам другие люди эти границы дали. Эти люди границы вам дают, вам это не нравится, вы взрываетесь. Люди не ожидают этого, и взрывается тут тоже. Понимаете? Вот. И по итогу, получается, что все недовольны, потому что у вас ожидания были одни, у людей были ожидания другие, и всё, и по сути, вот, по сути, кризис, как бы, здесь. Вот. Понимаете? Поэтому, чтобы найти опору в себе, нужно, во-первых, взять уверенность в себе. Это ценностная система, система ценностей. Это живая обратная связь от того, что вы делаете, ориентация на процесс. Вот. Это ориентир на свои чувства, на то, что нравится вам, на то, что нужно вам. Это личная ответственность, то есть, только свои собственные ожидания от того, что вы делаете, не более. Вот. Ну и это, конечно, удовлетворение потребностей безопасности. Возможно, потребуется работа с детско-родительскими отношениями. Возможно. Возможно. Вот. Но это ещё нужно исследовать. Вот так. То есть, избавляться от этого не нужно. Это нужно раскрывать. Как-как не нужно убирать у вас страх, а его нужно раскрывать. Просто раскрывать. Вот и всё. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...